Мы сидим в легендарной уже комнате, мы называем комната Муслима Магомаева. Родилась эта комната спонтанно, был вечер памяти, и после посещения кладбища, после ухода уже из жизни Муслима Магомедовича, мы как-то собрались и решили эти белые стены украсить его фотографиями. Концепция этой комнаты как раз на песню «С рождения до вечности», где вот сзади меня кадры, где Муслим Магомедович совсем еще молодой и маленький. Вот как развивалась его жизнь, его карьера, как в его жизни появилась Тамара Линична-Синявская. Там есть одна фотография, где я маленький, сижу у него на коленях. То есть мне повезло, я знал его с детства. Наши последние встречи. В детстве мы не любопытны к своим корням, к истории собственного рода. С годами я, разумеется, наверстал как мог упущенное, стал интересоваться жизнью и творчеством своего знаменитого деда. Смотрел его архивы, читал письма, а главное, слушал дедовскую музыку. У деда Муслима и бабушки Байдююль было два сына. Младшим был мой отец, Магомед Магомаев. Был он человеком очень одаренным. Умел играть на рояле, пел. Талантливый театральный художник, он оформлял спектакли в Баку, в Майкопе, где и встретил мою мать. Отец был очень легким на подъем. В этом я на него совсем не похож. Умница, жизнелюб, увлекающийся, упрямый, дрочливый, но в душе поэт. То легкомысленный, то яростно непоколебимый и суровый в своих принципах. От деда отец унаследовал мужественность, ценил порыв, отвечал за слово, был чистолюбив. Так и остался романтиком. Именно такой человек должен быть виноват. Мой дядя Джамал, как дядя Онегина, был самых честных правил. Я понимал, что дядина строгость была оправдана, однако мне хотелось ласки, а главное – участия. Мне казалось, что он меня не любит. Только к концу его жизни я понял, что все было как раз наоборот. Всю жизнь дядя Джамал казался мне домашним Иваном Грозным, суровым к себе и к другим. Но я-то всегда знал, что ближе, чем я, у него на свете никого не было и не будет. А любить он умел – нутром, сердцем, немногословно, скупо. Такое у него было сердце. Все там умещалось – и сила, и слабость. Мы встретились, когда мне было всего 7 лет. Это почти 68 лет назад. На улице Зевина мы жили. И у нас сосед был Рашид Насибогл, композитор. Очень хороший, изумительный парень. Мы ставили на нашей площадке Чехова, тогда злоумышленник. Он был очень такой фантастический режиссер всяких детских спектаклей. То есть у нас была очень артистическая юность. И Муслим к нему все время приходил за стеной. И я слышал, как Муслим играет сам за рояльным арио регалетто, знаменитое. И поет. Я помню, первый раз, когда услышал, я не мог уснуть. На меня это произвело совершенно оглушительное впечатление. Я думаю, боже мой, неужели есть люди, которые воспроизводят такие волшебные звуки? Может быть, в становлении музыканта и Муслим сыграл определенную роль. И рисовал он, и что-то наигрывал. А потом это все переросло в такой детский эстрадно-вокальный ансамбль. Жизнь в училище кипела, друзей и музыки было много. Хорошо помню тот свой романтический настрой. Ведь я занимался своим любимым делом. А еще Муслим садился сам за рояль. У него были потрясающие руки, огромные руки пианиста. И вот такие октавы были, что я иногда сам замедовал ему, как он шпарит октавами. Переломной датой в моей биографии стало 26 марта 1963 года. В Москве проходила декада культуры и искусства Азербайджана. После Каватины Фигара, исполненной на итальянском языке, слушатели Кремлевского дворца съезда начали скандировать и кричать «Браво!». То самое первое легендарное выступление на сцене Большого театра во время декады азербайджанской культуры в Москве, когда он спел бухенвальдский набат. И вот, как сейчас помню, бухенвальдский набат Вано Мурадели и куплеты Фигара, которые стали, эти обе вещи стали его фактически фирменными номерами, его такой, на всех концертах люди просили, чтобы он спел опять, это положилось, годами. У него уже был огромный репертуар, а все равно просили Фигара. До сих пор его ария Фигара, которая иногда демонстрируется, по скорости, по воспроизводству итальянского языка, по динамике, я в мире не знаю второго такого Фигара. То есть муслим-ари – это как бы пиковое мастерство. Тогдашнего своего волнения я не помню. Я был слишком молод, меня еще не знали. Страх перед выступлением пришел позже. Это теперь, несмотря на то, что имею уже большой опыт, я волнуюсь, как сумасшедший. Если действительно символом героизма, мужества, патриотизма для молодых людей тех лет был великий первый космонавт Юрий Гагарин, то вот культурным символом, культурным примером пользовавшийся сочным обожанием, был, конечно же, муслим. В Соединенные Штаты я приехал на гастроли по линии госконцерта. Я выходил на сцену со своим привычным приветствием. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады встрече с вами. В 86-м году Муслим предложил мне, молодому артисту, поехать с ним в гастрольный тур по Соединенным Штатам Америки, по русскоговорящей публике, от госконцерта. То есть это была официальная поездка такая. Для меня это была огромная честь, потому что у Муслима была сложная программа, и он решил ее, в общем, немножко разбавить юмором. Тем более, что я делал пародию при нем на него. Темно-вишневая попутная песня исполняется впервые. Что значит впервые? Я уже 150 лет, по-моему. Скажу, что когда мы выезжали в Америку, наш импресарио, известный тогда русскоговорящий Виктор Шульман, позвонил мне и говорит, ну все, в общем, я беру билеты на коллектив, а коллектив 8 человек был, значит, 8 музыкантов, и мы с Муслимом. Он говорит, я вам всем беру билеты там на определенные. Я говорю, ну я решил сэферисничать. Я говорю, ты знаешь, Витя, ты же музыкант, понимаешь, Муслим – вокалист, причем уникальный. И ему для того, чтобы хорошо петь, нужно все-таки пройти акклиматизацию. Все-таки страна – это же не Россия. Надо заранее немножко выехать. И Витя берет нам билеты на 5 дней раньше, чем ребятам. Песня, которую поет Муслим Магомая. Муслим, конечно, был, о нем в прошедшем времени даже сложно говорить, совершенно уникальный человек. И эта уникальность у него была во всем. Вот если какие-то артисты с ним ездили, то они, я, допустим, в гастрольных поездках, естественно, в его группе никогда не был, но они рассказывали, что пока он всех не разместит, он сам в номер не уйдет. То есть ему важно было, чтобы все были размещены. Он как-то взял с собой вина Кура в Соединенных Штатах Америки. Он узнал, что у Володи очень маленький гонорар. И он организатору сказал, что почему вы с ним так договорились на такие незначительные суммы. Ну, они говорят, ну, какие-то такие ставки. Он говорит, возьмите из моих денег, отдайте ему. Ну, взяли не из его денег, но смысл в том, что Володя тогда там купил. Купили Владимиру Анатольевичу Винокуру, купили камеру, видеомагитофон. Это в то время, то есть для даже известных артистов это было такое большое серьезное приобретение. Вот, и у нас есть смешная фотография. В Вашингтоне у нас был выходной. И есть фотография у Белого дома. Рейгин, супруга, это президент тогда был Америки. И с одной стороны муслим, с другой я. Это сегодня люди могут улыбаться, когда, в общем-то, известен секрет этих фото. В то время в СССР никто этого не знал. А я тогда нашел в переулке за 5 долларов на картонке президента Соединенных Штатов с супругой. Когда мы приехали в Москву, меня спрашивали, что это за фотография. Я говорю, ну так получилось, что муслимы меня пригласили на прием в Белый дом. Наше посольство попросило, чтобы муслим пел. Ну, а я подпевал. И подошла жена президента и говорит, если можно, я хотел бы сфотографироваться. Муслим Магомаев, это мой кумир. Ну, я говорю, пожалуйста, сфотографируйтесь. Вот. Муслим так смеялся, потому что многие верили, что это настоящая фотография. Вы с СССР еще не знали этих. Вот и сегодня можно выйти на площадь, сфотографироваться с кем хочешь. Моя израильская публика дышала Одессой, Киевом или Днепропетровском. На те гастроли я пригласил с собой Фархада Бадалбейли. Он прекрасный пианист, дважды становился лауреатом международных конкурсов. С муслим связано очень много, конечно, незабываемых гастролей в Израиле. Это был 86-й год, еще с Израилем не было никаких отношений. Это муслим имел огромный успех, мы играли в крупнейших залах. А у нас с ним было несколько романцев Шумана. Он «Я не сержусь» пел замечательно. За ним охотились, как в фильмах про «Битлз», когда толпа бежит за поклонником и того выводит через боковую дверь. По замыслу организаторов концерта я должен был после его окончания совершить круг подсчета в открытой машине. Вдруг от одной из трибун навстречу мне ринулась толпа. Не успел я опомниться, как машина оказалась в плотном кольце. Машина стала потрескивать от напора людей. Я подумал, ну все, конец. Кое-как нам удалось выбраться и уехать со стадиона. С тех пор я не делал никаких кругов подсчета. Это легенда, как многие считают легенда, что машину с Муслимом поднимали на руки. Так вот я свидетельствую, что это не легенда, а были. Вот после этого концерта на большом закрытом стадионе в Казани мы вышли к машине, это была машина «Зим», тяжелейшая черная машина, на которой Муслим приехал, собственно говоря, на машине он приехал из Баку. Машина своего близкого друга, нашего земляка. И вот мы набились в эту машину. Муслим сидел на переднем сиденье, а у этого «Зима» еще были откидные такие кресла. Там еще сидел шесть человек сзади. То есть гигантская машина, набитая людьми. И мы находились внутри стадиона. А за дверями, точнее даже за воротами стадиона, была совершенно невероятно кричащая и возбужденная в эйфории толпа, мечтавшая увидеть Муслима, как-то его поприветствовать. Это кажется сейчас невероятным. Там стояли тысячи людей. Поверьте, не сотни, а тысячи. И машина не могла выехать. Наконец, какая-то местная охрана сказала, вот мы сейчас распахнем двери, вы там мотор включите, включите фары и постарайтесь на скорости выехать. Ну, казалось бы, сказано-сделано. Ворот распахнули, фары включены, мотор заурчал. Но только машина выехала за ворота, ее окружили вот эти самые тысячи людей. И, вы знаете, вот здесь смеяться, даже немножко было страшновато, потому что они просто так вот колготились об окна. И затем я просто почувствовал, как машина поднимается под землей. Над землей при этом, ну, может, высота была там, не знаю, 300 сантиметров, может, полметра. Но ощущение, когда вот закачалась вот эта машина, было не из приятных. А Муслим, тем не менее, не теряя самообладания, приветствовал, улыбался, как-то рукой махал. Вся команда КВ, тогда наша, которая выступала в Казани, а он гастролировал в Казани. И вот в Казани пел на стадионе, в мире не из стадиона, это дворец спорта, но огромный тысяч на 30, может быть, приполный зал. И там мы выступали в общем концерте, мы со своим номером, а закрывал концерт, естественно, Муслим. И мы были бесконечно горды и счастливы, когда в своем выступлении он вышел на сцену, и нас поприветствовал со сцены. И Муслим нас так приветствовал, так рассказывал, рассказывал, что нам хлопали так же буйно и громко, и бурно, как ему. Это был смешной эпизод, потому что, когда мы ехали туда, то попросили, чтобы у Муслима в номере стоял рояль. Но, видимо, организаторы не нашли рояль для номера и поставили в стык два пианино. Они, видимо, посчитали, что два пианино заменяют один рояль. И это было очень смешно, потому что Муслим как-то пытался играть сразу на двух пианино. Песню «Синяя вечность» я написал в весьма интересной ситуации. Мелодия возникла у меня во время ужина с друзьями в ресторане. Я быстро стал записывать ноты на крахмальной белоснежной салфетке. У нас дача расположена была 20-25 метров выше уровня моря, на скалах. И скала вот выходила в море прямо. Вот. Всем очень понравилось, особенно Муслиму. Он так встал на краю, долго смотрел, как здорово, как здорово. Здесь горизонты. И прошло некоторое время, где-то, не помню даже, сколько прошло, он звонит. «Нурик, вы...» «Я хочу к вам с пользой обратиться». Я говорю, ради Бога, пожалуйста, что случилось?» Он говорит, там снимать клип должен, это мой, песню мою. «И я про вашу дачу вспомнил. Если разрешите, я там хочу снять, вот именно на этой скале, вот через него, он говорит, так здорово снято то, что я хотел. Я хотел, чтобы вот ничего не было, ни деревьев, ничего, чтобы я, скала и...» В Синявской мы познакомились в Бакинской филармонии, носящей имя моего деда. Возможно, в этом был какой-то знак. Филармония – как бы наша семейная обитель, в которой, хочется верить, живет дух предков и благословляет нас. После бакинской встречи наше знакомство продолжалось в Москве. Вскоре мы поняли, что не можем не видеться. А потом было испытание наших чувств разлукой. Тамара на полгода уехала на стажировку в Италию. Я звонил ей каждый день. Романтика, ухаживание продолжались, а вопросы оставались. Мы все не решали сделать необходимый шаг. Так бывает в жизни. Кто-то или что-то должно подтолкнуть. Сидели мы как-то в моем номере гостиницы «Россия». Зашел на огонек наш друг, знаменитый художник Таир Салахов. «Ну что вы ходите-бродите? Время тянете. Чего еще испытывать? Давайте-ка ваши паспорта». Гипноз Таира был таков, что мы подчинились. А потом была свадьба в ресторане «Баку». В округе стало известно, что в ресторане Магомаев играет свадьбу. Люди стояли на морозе и ждали, когда я начну петь. Я попросил открыть большие окна и пел стихийно собравшимся слушателям. А потом два месяца болел бронхитом. Конечно, в первые годы нашей совместной жизни возникали ссоры. Теперь-то я понимаю, что без ссор не бывает ничего настоящего. Но умея ссориться, надо уметь и мириться. В момент нашего с Тамарой Романа и возникла песня «Мелодия», которую, едва записав, крутил Тамаре по телефону. Стажировка закончилась. Тамара вернулась в Москву, домой. В честь ее возвращения я дал концерт во дворце съездов, на который она не смогла прийти. Видимо, все шло к тому, что нам надо расстаться. Александра Пахмутова и Николай Добронравов, почувствовав, что в наших с Тамарой отношениях назревает разрыв, написали для нее песню «Прощай, любимый». Мы, его друзья, переживали все хорошие и печальные детали в жизни. И решили, что же делать. Мы написали песню «Прощай, любимый», которую очень скоро выучила и очень хорошо пела Тамара Синявская. Но прощание не получилось. Мы оказались вместе. А песни «Мелодия» и «Прощай, любимый» стали нам особенно памятны. В другом измерении я живу. До Муслима, с Муслимом и после Муслима. Это три жизни у меня. Это я сейчас подумала. Я об этом не думала. Потому что в тот момент, когда он ушел, лучше об этом моменте не вспоминать. Слава Богу, он сейчас разрешил мне и улыбаться. И даже смотреть спокойно на те места, на которые мы смотрели вместе. Понимаете? Он разрешил мне, я это знаю. Вот и все. Вот и все. Для меня он всегда живой. Был, есть и будет. Всегда. Я думаю, для очень многого количества людей, которые его любили и любят до сих пор, то же самое. Сколько за эти годы написано Александрой Николаевной. И не только песен. Пахмутова сама пишет партитуры. Это ее огромный плюс. Сама садится за рояль. Эта маленькая женщина – талантище. Есть у нее и еще один удивительный дар. Умение слышать время. Творческая способность откликаться на новое, оставаясь самой собой. Много работал я и с Александрой Пахмутой. Я очень рада, что есть возможность вот сейчас вспомнить Муслима Магомаева, редкого музыканта, редкого певца и редкого человека. Он пользовался огромным успехом. Все-таки мне кажется, что больше всего на свете он любил музыку. Я надеюсь, что самое главное, чтобы мы не должны забывать его. И нужно, чтобы люди услышали, что он поет, что он умеет петь. Потому что это редчайший музыкант, редчайший певец. У меня прекрасная дочь Марина. Она закончила школу как пианистка. Ей прочее прекрасное будущее. Но профессиональным музыкантом дочь не стала. Я не имел права что-то навязывать ей, давать советы, а тем более вмешиваться в ее судьбу. У нас с ней дружеские отношения. И я бесконечно ценю это. Папа для меня был не просто отцом, который родил, а очень близким, любящим и любимым мною человеком, который всегда мог понять и принять. И радоваться твоим успехам, и переживать за неудачи. Папа был для меня очень близким другом, с которым можно было поделиться мыслями, поделиться самым сокровенным. Потому что я знала, что он всегда поймет меня правильно. И никогда не осудит. И не было ни разу такого, чтобы он поставил под сомнение какие-то мои действия. И он тоже, в свою очередь, делился со мной своими мыслями. Его мнение было для меня чрезвычайно важно. В кино я все-таки снялся. В середине 80-х годов кинорежиссер Эльдар Кулиев задумал фильм о поэте и мыслителе средневековья Низами. Я ознакомился со сценарием, прикинул, что у меня вроде бы роль может получиться. Нашего великого Низами до этого никто не играл. Это плюс. Сравнивать не с кем. Я предупредил Эльдара о своем скромном актерском опыте. Но он наговорил комплиментов и предложил попробовать. Снимали у нас в Азербайджане и в Самарканде. Фильм получился на любителя. В каждом человеке что-нибудь заложено от природы. Просто один человек в себе это находит, а другой нет. Некоторые люди даже не знают, что в себе искать, чем заняться. Интересно, что рисовать я стал раньше, чем петь. Сначала рисовал карандашом, потом попробовал себя в акварели. Когда стал петь, то рисование забросил. Вернулся к нему после того, как художник Александр Шилов предложил мне. Что-нибудь написуй, я посмотрю. Я что-то изобразил, и он сказал, продолжай. С Мусливым Агамаемым мы познакомились на квартире у космонавта Севастьяна. Я тоже писал его портрет. И у него всегда был дом полный эфси, самых разных профессий. И приходит Муслим Агамаем с Тамарой Синявской. Мы там с ним познакомились. А ввиду того, что Муслим Агамаем сам всегда тянулся к живописи. Он любил классическое искусство, всегда их подчеркивал. Вот мы с ним познакомились и тут же договорились о том. Он предложил мне написать мой портрет. И я согласился, хотя не очень люблю позировать. Но согласившись, я попросил Шилова, чтобы он меня не слишком мучил. Для меня долго сидеть неподвижно, мука, я неусидчивый. А тут не встать, не выйти покурить, а курю я часто. Шилов пообещал. Три-четыре сеанса. Но позирование растянулось на семь-восемь сеансов. Тогда-то я и узнал его поближе. И так мы с ним работали очень весело. Он очень приятный, общительный человек. Никакого снобизма, несмотря на то, что он тогда уже был мегазвездой. Действительно настоящей звездой. Без всяких прибавлений, как сейчас любит человек. Еще никто не знает, а уже начинает его в средствах массовой информации раскручивать, называет звездой. Это все смешно. А он был настоящей звездой, почему я подчеркиваю? Потому что он не нуждался ни в какой рекламе, ни в каком пиаре. Он блистал своим голосом, артистизмом. И вместе с тем он пел с большим чувством. Всегда это проникало в сердце зрителя. Как-то после очередного концерта я шел по вечернему Парижу. И вдруг навстречу мне из темноты выплыли не больше, не меньше, как Юлий Гусман и Леонид Вайнштейн. Композитор, ученик Кара Караева. Оба заядлые кавейнщики из нашей бакинской команды. Он удивился нас так, как будто он мог быть в Париже, но мы не могли, как будто бы марсиане. И он говорит, а вы что здесь делаете? Я говорю, а что вы здесь делаете? Мы гуляем. Короче, оказалось, что он поет в Парижском театре. В общем, обменялись мы любезностями, но, конечно, обрадовались неожиданной встречи. Оказалось, что ребята были здесь в туристической поездке. Я пригласил их на свое выступление в Олимпию, познакомил с Бруно Кокатриксом. Неотразимый Юлик произвел на маэстро неизгладимое впечатление. Общались они на смешном наречии, на этаком коктейле из полуфранцузского, полуанглийского с восточным ароматом. Восток, разумеется, с нашей стороны. Двое бакинских ребят в виде своего бакинского товарища, который стоит в центре бушующего моря французов, которые кричат «Браво!». Юлика, надо сказать, понимают на всех языках. Я был рад, что он стал свидетелем моего олимпийского успеха. Обычно свой день рождения я проводил в Баку. В Москве же, где в это время все в разъездах, отмечал его в сентябре. Но число оставлял тоже – 17-е. Мои друзья сделали мне прекрасный подарок. Организовали большой вечер, в подготовке которого принимали участие многие люди во главе с Аразом Агаларовым. На всех мероприятиях, когда мы там где-то собирались, в небольших компаниях, заставить его, вернее, заставить Муслиму вообще ничего не нельзя было сделать. А просто уговорить его спеть было очень сложно. Потому что, ну, он не хотел, как бы, не хотел, считал, что он не в форме и так далее. Но если это удавалось, его начинали записывать все на все, что у них было. Друзья, я свое отверт. Теперь я хочу представить вам молодого певца, которого я знаю. Вот с такого. Эмин Агаларов, сын моего самого близкого друга Агаларова Араза. Я могу с уверенностью сказать, что, наверное, то, что я вообще как-то вышел на сцену, это было при его поддержке, каком-то теплом отношении, одобрении. Когда вот я делал первые эксперименты музыкальные свои, мы собирались у него дома, узкой компанией. Он садился за рояль, как-то всегда провоцировал меня что-то петь. А я при нем очень, мне было тяжело это делать, потому что, ну, по разным понятным причинам. Потому что, когда поет Муслим Магомедович, даже когда он не поет, сидит за роялем просто. При нем лучше не петь, потому что, как бы ты не спел, это всегда будет плохо. Но при том, он меня всегда хвалил и поддерживал. Наоборот, говорил, вот здесь тебе высоко, здесь тебе низко. Транспонировал все во время игры. Говорить о Муслиме Магомедовиче можно бесконечно, потому что это огромная личность, человек, определивший настроение и ощущение какие-то вот той эпохи, в которой мы жили. Я вспоминаю свой детский период советского времени, когда Муслим Магомедович звучал отовсюду, с радио, с телевидения, с пластинок. Если вы помните те годы, когда, собственно, ни одного огонька не проходило без его участия, то дома замирали, ждали его выступления, ждали его появления, ждали его нового произведения, которое он хочет нам подарить. И я в том числе. С детства я знал, что лучшего певца нет на свете. И благодаря Муслиму я стал петь. Сначала во дворце пионеров, я пел бухенвальский набат, потому что все помнят, что лучше Муслима никто это не пел. В 96-м году в квартире музея Неждановой мне повезло, я с ним познакомился впервые. И поговорив с ним, и что-то ему такое напев, сейчас я, конечно, уже не помню, я понял, что это музыкант, большой музыкант. И тот человек, который садится за рояль, практически в любой тональности может тебе скомпонировать то, что тебе нужно. Я очень часто заглядываю в интернет, слушаю его песни, и всегда читаю, что там люди пишут. Советую всем это вот как бы сделать и посмотреть, что тут не то, что нейтрального, да, нет комментариев, а вот все пишут в каких-то возвышенных тонах, причем огромное количество людей, и огромное количество комментариев и достаточно свежих. Это не старый комментарий, это вот комментарий сегодняшнего дня. Слава богу, я научилась искать в ютубе всякие записи. Но ведь там не только записи, которых я многих даже и не слышал, там есть еще и комментарии, и комментарии молодых людей. Вот что самое ценное, значит, он доходит и до этого поколения. Главное, что человек оставил после себя огромное количество прекрасных произведений, и я захожу сейчас очень часто в ютуб, и смотрю, и по-прежнему он востребован, по-прежнему миллионные просмотры его песен, его оперных арий. Это говорит о том, что это было настоящее большое искусство. Мы специально открыли окна, и вы можете посмотреть сюда наверх. Вечер проходил в ресторане «Крокус Сити». Все было устроено великолепно. Собралось много дорогих мне людей. И еще раз подготовил для меня необыкновенный сюрприз. Когда в разгар вечера на огромных окнах раздвинулись шторы, над «Крокус Сити» засверкали падающие огни. Я сначала даже ничего не понял. Подумал, что под потолком устроили какую-то игру света. Но когда за окнами послышался какой-то треск, и в небо взлетели ракеты, стало ясно, что это вовсе не иллюзия, а самый настоящий фейерверк. Сюрприз «Араза» превзошел все мои ожидания. У меня на сайте много друзей. Мы делаем его интересным, что-то придумываем, даем старые концерты, достаем старые записи. Я пригласил к себе семерых самых близких мне сайчат, которые давно уже стали моими друзьями. «Тамарочка, скажи мне, а кто все эти люди, которые сидят за столами, причем Муслим к ним так обращался, как к дорогим гостям? А ты не знаешь?» Я говорю, нет. А это клуб фанатов интернета. А тогда все это было вновь. Муслима, это его, вот, все эти слова, которые, наверное, слышал, там, чат, кружок, все это я первый раз услышал. И вот этот клуб, и он отовсюду пригласил, оплатил на проект, и они все приехали к ему на день рождения. Они собрались, приехали, чтобы поздравить меня с днем рождения. Еще до встречи я знал, как они выглядят по фотографиям. Мы так много общались на сайте, что мне показалось, будто мы не первый раз видимся. Оказалось, что это отличные ребята. Папа был очень увлекающейся натурой. И он в этот раз тоже, не на шутку, увлекся сайтом, который стал его детищем. И, вы знаете, не имело значения, кто с ним общается. Профессиональный это музыкант, или просто человек, который любит музыку, папино творчество. Папа очень ценил в людях искренность. И, несмотря на огромную славу, ни его необычайный талант и высокий профессионализм, в жизни был очень скромным человеком. Он на любом этапе своего творчества был авангарден. И это не потому, что он что-то выбирал, каких-то авторов выбирал или что-то еще. Это та самая магия, которая была внутри него. Я много раз наблюдала, когда к нему детишки, девочки, мальчики бежали на сцену с цветами. И он им что-то говорил, и они просто другие уходили со сцены. Сейчас я говорю, а у меня такая картинка перед глазами, понимаете? Нет, он, конечно, обладал какой-то... Звучит немножко магией от слова Магомаев. Не верьте тем артистам, которые говорят, «Мне все равно, любят меня или нет, есть у меня поклонники или нет». Врут они. Поклонники – это то, без чего артист не может обойтись. Это его вдохновляет, это его поднимает. Каждому артисту приятно, когда ему аплодируют, когда его поджидают у входа, просят автографы. Артист творит для зрителей. Без них, без их признания, его работа теряет смысл. Когда Гейдар Алиевич куда-то уезжал, мы с Тамарой обычно были среди тех, кто его провожал. Нас приглашала Зарифа Азизовна. Лишь недавно я решился спросить его о том, о чем в те годы спрашивать было нельзя. «Гейдар Алиевич, почему вы никогда не предлагали мне вступить в партию?» «Видишь ли, Муслим, я прекрасно понимал, что тебе партия не нужна. Если человек был талантливый в политике, общественно активный – дело другое. А ты артист, у тебя другие горизонты». «Сказал, что ты знал, что я тебя уважаю, но не знал, что я тебя, оказывается, люблю, так? Наверное, ты этим напрашиваешься еще на то, чтобы я еще раз сказал, что я тебя люблю». «Ни для кого не секрет, что у папы с Гейдаром Алиевичем Алиевым и его семьей были очень близкие, особенные, теплые отношения. Гейдар Алиевич паотически опекал папу и часто устраивал его дни рождения на родине. Папа относился к этому великому и умнейшему человеку с огромной любовью и почтением. Гейдар Алиевич очень любил поэзию, живопись и особенно музыку и слушал ее с большим удовольствием. В свое время он дал слово Ниязи, что партийное руководство республики будет каждую последнюю пятницу месяца ходить на симфонические концерты, своеобразный ликбез для поднятия культурного уровня. Гейдар Алиевич всегда понимал людей искусства. Он знал, что артистов, как детей, надо поощрять. Скажем, сдавался у нас новый жилой дом. Алиев публично заявлял, товарищи, это жилье только для простых тружеников. И все же шел на то, чтобы в новом доме хоть несколько квартир, но получали мастера искусств. Очень часто надо отдать должное, вспоминая муслима, не просто как выдающегося артиста, а как человека, который прославил свою страну, Азербайджан, который нес высоко знамя искусства, знамя интеллигента. Его огромное сердце, в котором был заключен его талант, его эстетика, его вкус, его аристократизм, его способность дарить людям радость. Он остался не только памятником в центре Москвы и памятником на первой аллее почетного захоронения в Паху, он остался не только в картинах, книгах и на пластинках, он будет жить всегда в музыкальной душе великого музыкального народа Азербайджана. Гордость Советского Союза, гордость Азербайджана, гордость России, Муслим Магомаев. Он никогда не отрывался своими корнями от народа, который его воспитал. Это Азербайджан. И прекрасно владел языком, конечно, и пел, сочинял песни, репертуар, который вполне можно было назвать народным каким-то народным репертуаром, народными песнями азербайджанскими. Папа очень любил Баку. Родину, с которой на всю жизнь был неразрывно связан, необыкновенной какой-то невидимой нитью. Вы знаете, такая нить всегда связывает ребенка с матерью. Правда, он всегда говорил, что Азербайджан его отец. Ну, наверное, потому что Азербайджан мужскому роду. В любом случае, Азербайджан – это страна, которая родила, вскормила, вырастила, дала образование, благословила его путь к успеху. Я горжусь своей родиной и люблю ее. И всю жизнь я раздваивался в этой своей любви. Говорил, что Азербайджан – мой отец, а Россия – мать. Слышали песню Азербайджан. Мне приходилось говорить об этой песне, но я считаю, что она заслуживает того, чтобы еще и еще раз о ней сказать. «Азербайджан» – это собственное произведение Мусульма Магомаева. Он ее создал. И он многие-многие годы его прекрасно исполняет. Везде, всюду, где бы он ни выступал, в какой бы стране он ни выступал. И эта песня, исполнение Мусульма производит сильные впечатления и оказывает очень большое влияние. А самое главное – Мусульм преданной своему народу, своей республике, этой песней поражает и свои чувства, и популяризирует наш Азербайджан. Мусульм своим творчеством является национальным богатством Азербайджана. Сказать бы, что не сказано о верности, о нежности, ведь только шаг у каждого с рождения до вечности. Субтитры создавал DimaTorzok